Теперь в руках власти история это не наука, а инструмент типа молотка для того, чтобы просто обосновывать свои очередные на данный момент какие-то политические задачи. Конечно, любая поэтому дискуссия открытая, независимая по историческим темам, но неприемлема. Я приветствую вас, теперь коллеги по политическому преследованию. Держитесь, вы молодцы, вы потрясающе держитесь. Я горжусь тем, что я участвовал в этом процессе в качестве защитника. Я очень хорошо вспоминаю слова моей подзащитной Зарифы Саутиевой, которая мне уже полтора года назад сказала. Олег Петрович, вы понимаете, что они для нас всех готовят? Вот как в воду глядела. Зарифа. Все будет хорошо. Ну, сегодня прошло первое заседание. Отложено до 3 июля по просьбе моего адвоката, которая попросила отложить в связи с тем, что он должен с ребенком выехать в отпуск. Ну, судья любезно пошла навстречу адвоката моего Екатерину Тердухиной. За это и искрое спасибо, судья. Но из всех ходатайств, которые мы подали сегодня, было удовлетворено одно, а именно ходатайство о том, чтобы Дмитрий Андреевич Муратов стал моим защитником. Ну, то, что называется общественный защитник, да, наряду с адвокатом. Вот это удовлетворено, и Дмитрий Муратов, мой защитник, он сегодня тоже подавал ходатайство. Коллеги, мы очень часто упоминали сегодня, в зале судебного состязания, 29-ю статью Конституции. В 29-й статье Конституции прямо говорит, что цензура запрещена, каждый имеет право распространять информацию, и никто, никого не имеет права принудить отказаться от своих убеждений. Это означает, по моему мнению, что Олега Петровича Орлова судят за соблюдение Конституции Российской Федерации. Я, конечно, сказал, что я этого обвинения не понимаю в принципе. Потому что, во-первых, меня судят за мнение. Да, я выразил мнение, дал оценку, что происходит в России и в Украине. В этой статье я выразил свое мнение о том, какое страшное последствие, война в Украине, каким страшным последствием приводит здесь, в России, на развитие политического режима. А этот политический режим, если помните, я в своей статье назвал фашистов. Олег! Олег Петрович! Опа! 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 Оはは! Опа! 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 Продолжение следует...